Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь. Те, кто еще не подписался, обязательно сделайте это, потому что на финансовых рынках чем больше информации у вас, вводных, каких-то технических сигналов, фундаментальных основ, тем, соответственно, выше шансы на проведение более успешной торговой сделки. Ну что ж, к повестке экономического календаря. Сегодня будем следить, друзья, за отчетом по инфляции в еврозоне в 12.00 по московскому времени будет этот релиз. И под закрытие торговой сессии блок статистики по штатам, где особое место стоит отвести индексу ISM в производственном секторе США, релиз, который будет опубликован в 17.00 по московскому времени. Давайте по порядку начнем с индекса доллара, тем более, что мы постоянно касаемся этого актива и в последнее время, особенно на этой неделе, делаем это с особым удовольствием, потому что индекс доллара в соответствии с нашими прогнозами обновляет все новые и новые локальные максимумы. 104.73 пункта. В моменте сейчас тестировали мы сопротивление 105, но учитывая тот интерес, который к доллару сохраняется, я полагаю, друзья, то, что вот это последовательное, постепенное восстановление, это и есть будущее движения американской валюты, и индекс постоянно будет стремиться к новым и новым максимумам. Очень много релизов было на этой неделе, давайте их вспомним. Это блок статистики по оценке потребительских настроений Мичиганского университета, как вы помните, там рекордные минимальные уровни. Дальше отчет Conference Board. В принципе, можем сказать, что еще пару месяцев такой динамики, и также будут рекордные показатели. А сейчас минимальные значения с 2013 года. Темпы экономического роста, это, правда, оценка еще за первый квартал, но уже окончательная, и она также была пересмотрена в сторону снижения. Минус 1,6% вместо прогноза снижения на 1,5%. Личные доходы, личные расходы, но тоже вялые цифры. Личные расходы я, несмотря на то, что не очень уверен в силе американской статистики в последнее время, но думал, что цифры будут все-таки получше. А в итоге фактически прирост минимальный, 0,2%. Можно сказать, что если сравнивать с показателем двухмесячной давности, цифра в три раза хуже. Индекс расходов на личное потребление. Вот этот индикатор, согласен, имеет, возможно, чуточку большее значение для рынка сейчас, потому что является одним из индикаторов оценки инфляции для американского регулятора. Так вот, даже до выхода отчета я фактически придерживался одного сценария, несмотря на то, что характер цифр предполагает наличие двух сценариев. То есть хорошие цифры доллар растет, плохие доллар снижаются. Но много раз уже делал акцент на том, что сейчас такая логика не работает, потому что доллар пользуется спросом в любой ситуации, потому что чем хуже выходит статистика, тем выше шансы экономической рецессии в Штатах, и тем больше спрос на защитный доллар. Поэтому до выхода релиза по индексу расходов на личное потребление я придерживался сценария, что выйдут цифры, которые укажут на более значительный рост индекса расходов. Значит, в моменте индекс доллара получит более серьезные импульсы для роста, потому что риторика априори американского регулятора после этого должна была бы стать еще более жесткой. Если цифры выйдут хуже ожиданий, то все равно они останутся существенно выше цели по инфляции американского регулятора в 2%. Ну и вы видите, действительно, это так, 6,3% фактическая цифра, которую мы видим, и 2% это целевой уровень по инфляции американского регулятора. Но все равно весь этот новостной фон сейчас приправляется риском и опасением рецессии в американской экономике. Причем рецессию, тоже как отмечалось ранее, уже фактически к ней нас начал готовить сам американский регулятор. Что во время выступления Паула в Конгрессе неделю назад, что во время его выступления на конференции в португальской Синтри в рамках такой панельной дискуссии с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард. Паула отметил, что инфляция неизбежна, но на текущем этапе американский регулятор полностью сфокусирован, сосредоточен на проблематике инфляции и готов с этой проблемой бороться, решать эту задачу, каким образом ужесточая монетарную политику. Лоретта Мейстер, глава ФРБ Кливленда, это последний голосующий член, которого мы еще не слышали в последнее время, голосующий член управляющих ФРС. Так вот, она тоже отметила, что поддерживает идею на июльском заседании, потому что ставку нужно повысить на 75 базисных пунктов. Отсюда я делаю вывод, что индекс доллара продолжит расти и даже если, друзья, вы ранее не открывали длинные позиции, сейчас адекватная оценка фундаментального фона все-таки позволяет тем, кто ранее мешкал, проявить, может быть, больше решительности и поставить на дальнейшее укрепление позиции американского доллара. Посмотрите, что происходит с рисковыми активами. Европейская валюта ввалится в соответствии с нашими прогнозами. Лоу был 1,0381, вчера сейчас в районе 1,0450. Причем евро никак не может отойти от риторики главы Европейского центрального банка Крисин Лагард во время ее выступления в португальской Синдре. Она отметила, что ЕЦБ сейчас в очень непростых условиях, ну а кто в простых сейчас из регуляторов. Но, в частности, Лагард подчеркнула факт того, что регулятору приходится действовать в условиях высокой инфляции и экономической рецессии. Она повысит ставку в июле на 25 базисных пунктов, но потом, друзья, самое главное, потом может наступить продолжительная пауза для того, чтобы ЕЦБ адекватно оценил влияние, повышение ставки на экономику и на изменение экономических условий. И это в тот момент времени, когда после Лагарда, выступая ПАУ, подчеркнул, что в июле ставка будет повышена на 75 базисных пунктов. Ну понятно, что евро сейчас в аутсайдерах, в европейских активах ловить сейчас нечего, в облигациях интереснее американские. И вот тут, пожалуйста, логичное, абсолютно оправданное естественное перераспределение капиталов, что повышает уязвимость европейской валюты. Фунт против доллара. Сегодня не буду говорить о фундаментальном фоне. Вчера детально на нем остановился, но с тех пор британская валюта просела еще сильнее. Сейчас котировки 1,2115. Цель 1,20. Американский фондовый рынок все ниже и ниже. 3 750 пунктов. Поскольку сегодня первый день нового квартала, мы можем подвести итоги первых двух кварталов первого полугодия 2022 года. Итог такой, что и NASDAQ, и Dow Jones, и S&P показали, ну позвольте мне небольшое округление, показали худший период, то есть 6-месячный период, за все время наблюдения за статистикой. Потому что потери превысили от, в диапазоне находится, от 25 до 30 процентов. И если кто-то из вас считает, что на фоне такой динамики еще не пахнет рецессией, кризисом, друзья, вы глубоко нашибаетесь. Я думаю, что будет еще хуже. Наша задача довести S&P к поддержке 3500 пунктов. Золото 1802 доллара за тройскую унцию. В длинных позициях нахожусь давно. Если все-таки пойдет поддержка 1800, нужно смириться и признать, что в данном случае давлеющий эффект трежерисы доллара на золото оказался более значительным, чем ожидание роста этого актива на фоне усиливающихся рисков глобальной рецессии и повышенного спроса на золото, как на защитный актив. Но расстраиваться не нужно, друзья. На рынок никогда не движется в одном направлении. Найдем более интересную точку входа уже потенциально пониже. Доллар иена 135.08. В течение этой недели наблюдали за ростом пары с текущей отметки, по сути, до 137. Потом пара откатила. Я по-прежнему за контраст монетарных политик и длинную позицию обозначаю, как ту, которая сейчас более оправдана. Что касается черного золота, бренд откатил снова чуть ниже 110 долларов за баррель. Заседание ОПЕК без изменений, как мы и прогнозировали, то есть сделку прежнюю оставили в силе. Риск предложения продолжает усиливаться из-за снижения объемов нефтедобычи в Эквадоре и в Ливии. Запасы нефти США подтвердили их снижение. По итогам последних двух недель фон полностью располагает к тому, чтобы цены на нефть росли. Поэтому выдумывать негативные факторы не буду. Я считаю, что после небольшой коррекции мы снова пойдем выше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии и закрытие недели. Конечно же, хороших выходных. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok